События на Майдане не оставили равнодушными христиан разных конфессий. Репортаж о церкви, открывшей свои двери для всех, желающих помолиться о мире, подготовили наши киевские корреспонденты. В Украине проходят акции протеста. На Евромайдане и на Банковой люди объединились со всех уголков Украины против существующей власти из-за вступления в Евросоюз. Мы пришли на традиционное рождественское служение и оказались в центре революции, так как наша церковь расположена напротив администрации президента Украины. Пастор немецкой евангельско-лютеранской общины в Киеве открыл двери своей церкви для всех, кто нуждается в самом необходимом, а также здесь можно получить скорую медицинскую помощь. Мы в принципе в центре всех событий, которые происходят в Киеве. И мы как церковь, в принципе, мы открыты для всех. Приходить может, кто хочет пить чай, кто хочет греться, кто хочет молиться. И мы заметили, что много людей нуждаются в молитве. Что ожидает Украина? Предугадать это не может никто. Общаясь с митингующими и сматриваясь в лица милиции, понимая, что единственное, в чем все нуждаются, это мир. Я боюсь ситуации, которая сейчас происходит на улице. И я хотел бы всем сказать только одно слово из Библии. Там написано, что Христос говорит в Евангелии от Матвея, глава 5. Вы можете это прочитать в Библии. Там написано «Блаженны миротворцы». Мы отчаянно нуждаемся, чтобы в эти рождественские дни Господь наполнил нас своим миром и сохранил нас в своей любви. Специально для телеканала «Благих новостей». Алла Гец, Александр Гец, Киев, Украина.